Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вы уже видите, кто вам по жизни помогает. Причем, безусловно, просто желает помочь. И не важно как, деньгами, вещами, советом, просто сумку донести. Но вы это чувствуете, вы понимаете, что это помощь. Вот точно такая же помощь нам идет из-за завесы, с тонких планов, в которые мы с вами и устремляемся. Будет еще очень много информации, не пропускайте, смотрите. Ролики легко смотрятся. Это не создавать ролики, это посмотреть. Разные вещи. И вот эту помощь нам с вами нужно научиться принимать. Это не так просто для тех, кто всю жизнь отдавал. И я почему-то уверена, что вы меня сейчас слышите. Вашему вниманию. Арктурианский совет 9D через Даниэль Скрентона это то, что вам нужно для полного и открытого контакта с инопланетянами. Читает Лора. Приветствую. Мы Арктурианский совет. Мы рады связаться со всеми вами. Нам вполне комфортно. Нам вполне комфортно, когда нас вообще о чем-то спрашивают. И нам вполне комфортно давать вам все, о чем вы просите. Но мы не можем нарушать законы Вселенной ради вас. Другими словами, если мы даем вам что-то, что имеет определенную чистоту, и вы не поднимаетесь до этой конкретной чистоты, чтобы получить это, тогда это не будет получено вами. Даже если мы это дали. То же самое верно для Источника, ваших Высших Я, ваших проводников, ваших сверхдуш, и всех помощников и ангелов, которые вас окружают. Теперь что мы сделаем? И что мы делаем всегда? Мы предоставим вам то, чтобы находиться в этом состоянии более высоких вибраций. Но опять же, вы должны получить приглашение и принять это, прежде чем что-либо из этого станет возможным. Это время, когда вы становитесь все ближе и ближе к полному и открытому внеземному контакту. И вопрос о том, что такое помощь, а что такое вмешательство, будет часто возникать. До тех пор, пока полностью не откроется внеземной контакт и будет достигнут. Вы также думаете об этих проблемах в своей политике. Вы задаетесь вопросом, сколько уместно отдать другому, чтобы помочь другому добиться успеха? И эти вопросы – вопросы вашего времени. Вы всегда должны принимать решение, основываясь на том, что вы чувствуете, а не на том, что говорит вам ваш разум. Потому что ваш разум легко запрограммирован. Ваши чувства принадлежат вам. И ваша интуиция может подсказать вам так многое, до чего вашему разуму еще предстоит только подключиться. Вы будете использовать свою проницательность к инопланетянам точно так же, как они будут использовать свою проницательность с вами. И что мы действительно хотим, чтобы вы знали, так это то, что всегда найдется место для помощи друг другу. Всегда будет то, что можно дать без вмешательства. И мы это знаем. И человечество тоже это знает. Вы рассматривали множество различных сценариях в своей жизни. Возможно, с вашими детьми, когда вам приходилось спрашивать себя, когда мне начать помогать? И когда остановиться? Чтобы дать этому ребенку все, что ему нужно. И в то же время не лишать его возможностей для роста и развития. Когда вы действительно чего-то хотите, и вы понимаете законы Вселенной, и вы знаете о чистоте и вибрации, тогда вы абсолютно соответствуете тому, чего вы действительно хотите. Помните, для получения также требуется терпение и требуется готовность открыться способом получения, которые ваш разум не рассматривал. Мы продолжим вносить свой вклад. Мы будем продолжать давать и давать и давать. И мы знаем, что достаточное количество из вас поднимется, чтобы получать, чтобы изменить ситуацию на земле, которую вы хотите изменить, и которую вам всем суждено совершить, как указателем пути, работникам света и творцам перемен, которыми вы на самом деле являетесь. Мы, Арктурианский совет, и нам было приятно общаться с вами. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, на первый взгляд может показаться, что однотипные какие-то постоянно послания, на самом деле нет. Вот так мы постепенно увеличиваем грани восприятия. И вот так мы постепенно становимся многогранными. Или отшлифовываем свои грани. Или осветляем свой кристалл. Но можно еще говорить вообще о кристалле человечества. И о кристалле планеты. И еще хочется сделать акцент внимания на том, что чувствуйте интуиция, и она гораздо быстрее вас придет. Да почему? Да потому что свет всепроникающий. Да потому что любовь проходит сквозь все заграждения. Для любви нет материальных преград. Нет, не существует их. Она легко заходит туда, куда хочет. Поэтому есть такая поговорка «Я горы сверну». Почему? Потому что человек любит. Конечно, слово «любовь» все воспринимают по-своему, под своим градусом восприятия. Но сейчас говорится о любви многогранной, безусловной, глубокой или всепроникающей. Вот куда мы с вами идем. И вот в чем мы будем объединяться. Вот в этой всепроникающей любви на уровне своих сердец, а потом уже на уровне всех чакр. Вот тогда вы будете воспринимать другого человека, как самого себя. Через новую восприимчивость. И все это будет проистекать у вас. Это неизбежно, потому что временные линии пересекутся, и это произойдет в ближайшее время, когда вы будете воспринимать межпространственную космическую энергию любви с созвездия Арис. Это ближайшее время всех нас ожидает. Поэтому встречаем, желаем взаимодействовать с этими новыми частотами. Вот о чем говорится в тексте. Начинаем иначе чувствовать вот это новое. Даже немножко изменяем внутреннюю волну, это куда круче денег или каких-то сенсаций или каких-то новостей, потому что вы лично начинаете чувствовать вот эти изменения на внутренних своих пространствах. Сейчас полнолуние, можно сказать, но вообще оно 26 числа. Но сейчас за три дня оно уже началось. Посмотрите, какая яркая луна. Сделать один шаг. Ноль. Раз. Ножку передвинули просто вперед. И вы оказались в комнате вознесенных мастеров. Есть ролик такой, захотите, загуглите Лора Шереметьева. Комната вознесенных владык. И вам откроется этот ролик. Я его название точно не помню. Но помню, что каждая полнолуние приходит к нам вознесенные владыки. И в этой комнате, у которых нет дверей, у которой безгранично, туда может вместиться сколько угодно душ. и вы там в этой комнате вместе с вознесенными владыками занимаетесь тем, что вы хотите. Так вот, что я предлагаю? Встретить эту новую жизнь. Встретить эти новые изменения во благо себя, чтобы стать уже не человеком прошлого или старым человеком или уже знакомым вам человеком, а стать новым тем, кого вы еще не знаете. и соединиться с вашим Высшим Я. Или лучше подходит слово «слиться» со своим Высшим Я. Вот тогда у вас получается ваше Высшее Я – это сверхдуша. И вот у вас тогда получается, что вы просто перестанете быть человеком. Но я выложу большую тему Крайона об вот этих вот внутренних изменениях. Продолжение следует...